Это генератор свободной энергии мощностью 100 киловатт. И кто бы мог подумать, что подобная вещь реально существует? В этом видео вы узнаете тайную схему, как построить генератор свободной энергии мощностью 100 киловатт. Я думаю, ни для кого не секрет, что подобные технологии скрываются от народа, чтобы простые люди никогда не догадались, как эта схема и как эта гигантская установка действительно работает и откуда черпает халявную энергию. Ну что, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также распространяйте это видео, и вы узнаете все секреты установки свободной энергии Тесла, а также генератора Капанадзе. Для тех, кто, возможно, пропустил, то генератор Тесла – это то, что вы видите сейчас на экране. Это огромная башня, из которой вылетают искры. Это генератор Тесла. Ну а генератор Капанадзе немножечко выглядит по-другому. И сейчас вы посмотрите, что это такое. Крона 9 вольт. Тимур, можно померить сейчас напряжение на этом вольт? Ради бога, сейчас там пока выключено, и о каком же определении может быть речь. Ну, чтобы вы видели, что это 0. Правильно, да. Чтобы это действительно 0. Показывай на свет, на свет. Свет не даряжу. Пускай спустится на ноль. Сбросим. 0. Вот, ничего здесь нету. И включаем. Вот этим пальцем. И убираем крону. Вот она. Сейчас включаем вентиляторы. Включаем нагрузку. И замеряем опять-таки землю. Иди сюда. Подойди. Вот, пожалуйста, чтобы не возникло бы никаких... А вопросом, что здесь что-то есть. Теперь измеряем только в выходной. Уже выходной 6,8 А. Это где-то 1,5 кВт. Теперь для полного счастья включим чайник. Вот он. Большинство 2 кВт. Наливай. Наливай, 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 наливай. Наливай не надо. Хорошо, хорошо, хорошо. А то мы не льемся. И вот это мы включаем чайник. Я специально поставил красный огонек, чтобы горел бы. Все у нас работает. Сейчас замерим опять выходное напряжение. Поднимай вообще воздух. Сейчас подойди и замерим, сколько мы расходуем. 14,7 А. Первый огонек. Вот. Разделили на 4. Так, лучшевильно. Это около 3 чайных. А то же самое и на 2-м. Теперь, Амиран, когда ты сигарету? Назад. Могите коему-то. Ать, 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 и коему-то гадаешь. Рома, а ты пролезь? Пропадней, можно сказать. Чтобы поверили, что там ничего нету. А сейчас мы посмотрим объяснение с подробным описанием схемы и принципа построения генератора Тесла и генератора Капанадзе. Возможно, другие подобные генераторы свободной энергии тоже по похожему принципу функционируют. Всем привет, ребята. Я хотел бы с вами поговорить сегодня о генераторах вот этих, как бы сказать, бестопливных, да? Как они работают. И вообще, вот хочу объяснить просто, как работал генератор Капанадзе. Просто у меня есть схема теперь. Я могу построить такой генератор. То есть и вы тоже сможете построить его спокойно. Дело в том, что люди, кто это все делал, ну и я в том числе, попадал на вот эти все неправильные... Как сказать, неправильно я сам схемы делал изначально, там рассказывал вам про реактивные мощности какие-то. Но это год назад было, то есть когда у меня еще канал другой был, он назывался Mark Systems. Сейчас же изменилось понимание самого устройства. Раньше я думал, ну как он работает, типа вы... Вот как вот многие люди показывают в интернете, там, да? Типа индукционная печка, ложишь там, ну типа катушку, она там, типа, все, там, с нее можно снимать энергию, да? Вот этот вот как раз момент, он неправильный. Я дальше объясню, почему он неправильный. Дело в том, что это все классические варианты, то есть инверторы вот этих, кто воздушные инверторы, ZVS-драйвер делал там или еще какие-то, с них энергии вы не получите больше 90%, к сожалению. Ну, это так устроена система просто. Метод Теслы, который я вот нашел, обнаружил, то есть, ну, я думаю, Капанадзе его нашел. Я дальше объясню, в чем там суть. Суть в том, что мы можем зарядить катушку, да? Там есть патент, у него утилизация энергии, там они получаются, метод усиления через естественную среду. Вот эти несколько патентов, которые нам помогут собрать такое устройство. Дальше я вот объясню, как это все рассчитывать. То есть, мы посмотрим схему, которую я разработал. Он, конечно, не при помощи людей. То есть, у меня, ну, есть источники информации, из которых я тоже брал. Но дело в том, что, да, нам надо уже конкретный, то есть, на вопрос ответить, откуда у нас энергия, да, получится. Я вам сразу говорю, что это, вот этот способ получения энергии, это не инверторный, как вот мы привыкли делать. Вот как мы делали, там, пуш-пулы всякие генераторы. Это не такой способ. То есть, для чего там пуш-пул генераторы использовались? Ну, вот, например, в тех же схемах Акулу, там, Руслана, которые показывали вам в 15-м году, там, в 14-м, в своей разработке. Чем-то там недостаток был в то же. У Тарелия Капанадзе, то есть, у него используется там как? У него есть усилитель, либо класс А называется, либо класс А-Б. То есть, на схеме я сейчас объясню, где там, какие классы. Ну, то, чтобы вы поняли вообще, о чем я тут разговариваю. То есть, и зачем там усилитель еще классов, который обычно используется у нас для аудиоустройств, для динамиков. Ну, для раскачки динамиков, скажем так. То есть, за это тоже расскажу вам, то есть, чтобы вы поняли. Сейчас я схему открою здесь, которую я нарисовал сам. Ну, разработал как бы сам ее. Ну, конечно, еще раз говорю, не при помощи, не без помощи людей, которые мне помогали. Называть я их имена не буду, это понятно по каким соображениям. Вы их и так сами знаете, этих людей. Так, просто кто догадается, а кто нет, в этом вопрос состоит у нас. Так, перейдем непосредственно к генератору, да, как схема выглядит. Схема его выглядит следующим образом. Что здесь, на каком месте, то есть, что здесь, какие элементы есть. Здесь есть что? Вот это ECL-8038, это генератор синуса. Он нам делает синус от, то есть, получается, ну, от 5 кГц там до 50, ну, вот эта схема делает. Дальше это идет, что у нас? Идет на усилитель класса B, это может либо быть микросхема, как у меня тогда, либо свой усилитель на транзистор, как у Капаназа на двух транзисторах делал. Что он делает, вот этот блок? Сейчас я вам объясню. Этот блок нужен не для того, чтобы там с него, ну, через него энергия, через тогда ничего не идет. То есть, там здесь просто усиление идет именно в синусоиде. Вот, обычно как делают? Все подключают сюда, как бы, ну, динамик, для динамика, да, это сделано вообще. Мы же подключим сюда с вами катушку L3, намотаем ее проводом вот в полтора квадрата. То есть, берете провод, ПГВ называется, на воздушный сердечник мотается, на ПВХ трубу. То есть, ширина получится намотки 18 сантиметров. Вот это и будет у вас 50 микрогенри. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы у вас 50 микрогенри получилось, а чистоту мы 12800 выбрали, да, с вами? Ну, вот эти комментарии, это я все написал, просто, чтобы вы еще поняли. Смотрите, вот первый проводник, вот этот модуль делаем. Вот, мы мотаем L3, то есть 50 микрогенри. Частота 12800, это так частота, я ее выбрал просто для того, чтобы, ну, в дата-шите, это максимальное усиление на этой частоте идет просто. Вот, мы подаем синусоиды сюда, только максимальная ее амплитуда 400 милиоид, это чтобы у вас здесь на выходе синус чистый пошел, L3. Вот, для чего 50 микрогенри именно мотается? Есть такая формула, это, ну, это я калькулятор приложу в описании, то есть, калькулятор приложу в описании, чтобы вы просчитали все это, то есть, я покажу, как это все считать. То есть, это чтобы наша катушка на этой частоте, у нее сопротивление называется, это реактивное, появилось такое сопротивление у L3, вот для чего это делается. Дальше, что нам это дает? Вот, вот здесь по выходу, если мерить, здесь будет 5 вольт напряжения, вот здесь, так это все и должно быть. Теперь переходим к L4, да, катушке, вот, с которой будет энергия сниматься уже. Ну, вот, сами уже видите, да, в чем отличие, сейчас будет, сейчас дальше увидите, в чем отличие от инверторов обычных. То есть, здесь у нас, дело в том, что мы с помощью высоковольтного генератора, вот это метод усиления через естественную среду называется, то есть, патент, мы сможем зарядить катушку L4, получается, до нужного нам напряжения, да. Ну, например, мы знаем, да, там, что 220 вольт нам надо. Дальше, что нам надо сделать? Есть тоже такой расчет, то есть, например, нам нужна мощность, например, ну, вот у нас есть провод, вот, кстати, по проводам, то есть, вот, каждый проводник, то есть, определенного сечения может определенный ток. Выдержать без, ну, без разрушения, грубо говоря, чтобы не нагревался сильно. По стандарту как я делаю, то есть, я беру, например, провод, вот, два с половиной квадрата, да, нам надо, он, он может 16 ампер выдержать без перегрева. То есть, мы этот проводник, то есть, который мы намотаем этим проводом, мы сможем его зарядить до 220 вольт, и получится у нас ток 16 амперов. Вы спросите, да, откуда там этот ток возьмется? Я сейчас объясню, откуда он там возьмется, этот ток. Так как у нас усилитель АБ, вот этот класс, идет, ну, то есть, синус от 12800, да, вот смотрите, вот, у нас есть, как говорится, проводник, да, какого индукции он должен быть, да. Вот, вот, калькулятор вот такой вот, по закону ОМА, да, вот, например, надо нам 3,5 киловатта, чтобы на этом проводнике было. Видите, он нам показывает, что сопротивление у проводника должно быть такое. То есть, дальше у нас есть такой, то есть, мы сейчас узнаем, благодаря этому сопротивлению, какой индукции должен быть проводник, то есть. Вот, смотрите, 1382, ставим сюда. Частота поляризации у нас 12800, это который тогда дает. Вот такого индукции надо намотать нам проводник, вот сюда. Все, мы намотали, да, этот провод сюда. Теперь сделаем, ну, надо узнать собственную частоту этого проводника. То есть, это не LC вот эти, которые, там, конденсатор и катушка. А, ну, катушка, когда она намотана вот в таком, ну, 170 вот эти микрогенри, они будут иметь тоже свою собственную емкость межритковую. То есть, это, ну, основа вот этого всего, то есть, надо знать, иначе вы не поймете. Это там вы можете узнать про LC контуры. То есть, мы здесь не LC контур формируем, мы просто узнаем частоту собственную. Вот эта собственная частота этого L4, то есть, которая 170 микрогенри, Она может быть в зависимости, какой толщины провод намотан. Если он маленький, толщины 2,5 или 0,5, например, то он может иметь частоту, собственно, от 400 кГц, от 200 кГц до 2 мГц, собственно, частота. Теперь, вот мы L5 мотаем 16, грубо говоря, 16 мм сечения, чтобы вот это покрывало полностью. Но только зазор делайте там, чтобы между вот этими обкладками конденсатора, которые у нас получаются, зазор был два пальца, например. Ну, это как вот обычные вот эти установки Акулины, вы, может быть, увидели в интернете. Такой зазор, чтобы был. Теперь нам надо Теслу, да, сделать. Вот кто строил когда-либо Теслу, знает, что когда мы подключим сюда к этой катушке, то есть вот эта L2 частота должна быть такая, чтобы когда мы L5, грубо говоря, подключим и Землю, и когда мы здесь вот будем синусы сначала узнавать, ну, прозванивать, чтобы здесь получилась именно та частота, которая получила L4. Например, L4 получила, например, ну, мегагерц, например, получила. Вот. Теперь L2 и L5, вот эти катушки, они должны, ну, вместе с Землей, давать такую частоту, максимальный резонанс, то есть это максимально эффективно. То есть на L4 у нас, получается, максимальное напряжение будет именно. Ну, вот когда здесь все расписано, как это все настроить, то есть вот L5 получается, мы когда намотали, мы здесь становимся генератором синусоиды, а щупы на L4 ставим, вот. Здесь узнали максимальное напряжение на какой частоте, то есть. Вот дальше вот эту Теслу проектируете. Вот этот генератор делает низкую частоту 100 Гц, это прерыватель. Вот это делает ширину пачки, то есть импульсов, вот этот вот, который справа. Вот этот самый высокочастотный генератор, они проверены, эти схемы, он до 0 МГц. Я рекомендую вам начать с провода 0.5 для L4, чтобы у вас, собственно, частота L4 была 400 кГц, там 460. Вам легче будет настраивать. Вот, как бы говорится. Первый генератор, ну, тут высокочастотный генератор дает сплошняком частоту. Смотрите, вот эта ширина, это соответствует частоте L4, то есть, грубо говоря, вот это время. L4, L2, L5, ну, грубо говоря, здесь 1 МГц, вот в этой частоте, где вот маленькая. Вот они повторяются, 5 импульсов пропустилось, время прошло 100 Гц. Ну, здесь время определенно пройти, пауза, то есть, прошло дальше 100 Гц. Здесь вот напряжение на первичке L1 у теста надо регулировать такое, чтобы вы L4, вот это, чтобы там напряжение после фильтра было. И за фильтр сейчас я вам тоже объясню, то есть, что это за фильтр вообще. Вот фильтр, вот этот, это называется Low Pass Filter, инвертор, он создан здесь для того, чтобы пропустить только низкую частоту. Грубо говоря, у вас будет низкочастотный генератор, ну, грубо говоря, 50 Гц импульсы здесь будут работать, и вы сможете подключать обычные трансформаторы сюда, либо, ну, нагрузку. Например, ТДА сгенерировал 12800, 12800 вот эти, здесь напряжения не будет никакого. Оно будет здесь, вот в районе 14 вольт, вот здесь. Отсюда не надо ничего снимать, потому что мы, нам не надо инвертор делать из ТДА, то есть. Здесь у нас нету, то есть, вольтажа. Вольтаж здесь появится тогда, когда Тесла на правильной частоте будет заряжать до определенного уровня. Нашу индуктивность L4, которую мы сделали, то есть. Смотрите, вот раз у нас индуктивность, например, такая, 174, если мы провод этот зарядим, ну, то почему вот эта просто индуктивность, она имеет на этой частоте, там, 14, да? Это как раз те почти, которые нам надо вот здесь получить. Это поляризация нам расставляет частицы. Эти частицы надо теперь зарядить, то есть. Вот. Когда здесь уровень достигнет 220 вольт, ток появится вот такой. И, соответственно, мощность вот такая. Против ЭДСа здесь никакого нету, так как у нас вот это мало совсем потребляет. И, то есть, не с чем податься. У нас не инвертор получается. У нас получается устройство, которое, ну, я знаю, как назвать, из окружающего пространства, вот это приблуда Тесла высоковольтная, она собирает частицы заряженные и заряжает нам проводник L4, то есть, который мы уже поляризовали частицы, там все расставлено правильно. Их просто зарядить надо. Вот, в принципе, вкратце, откуда энергия получается. Схема также будет приложена, то есть, к видеоролику. Ну, это такой быстрый, как бы, обзор. Вот, берите схему, то есть, внимательно слушайте, что я говорю, то есть, и устройство такое легко построить сможете. То есть, каждый сможет. Вот, в принципе, найдите теперь отличие, что показывают в интернете. То есть, в интернете показывают вам просто инвертор или индукционка. Оттуда никогда вы больше энергии не получите, так как у вас непосредственно просто идет преобразование энергии. Вы, то есть, магнитное поле, которое сильно генерируемое, там, например, ну, индукционной печкой, там, вы просто преобразуете, там. Или кто-то еще снимает просто с Теслы прямо. Это тоже преобразование энергии идет. Прямо с Теслы не надо снимать, у нас просадка будет. То есть, такие методы не подходят. Вот этот метод правильный именно для того, чтобы получать энергию, то есть, которые, ну, содержатся, короче, ну, грубо говоря, в пространстве, да. Ну, это, конечно, глупо как-то звучит, но так оно и есть. Так это надо просто понять. Вот схему, то есть. Можете, я говорю, кто поумнее, может сразу догадаться, что вот усилитель класса АБНа прориспользовался у Капанадзе. Вот эти транзисторы, там, MPN-2 штуки, там, или один. Они могут быть, у него быть класс А, там, или АБН-класс. Это просто умный. И вот это прибудно, да, для чего-то там щелкалось, там. Вот это как раз щелкание, вот это, вот это вот и есть, вот это. Штука, то есть. Ну, которую вы слышали, там. Просто здесь разрядник у него ставился, наверное, для того, чтобы... Это обычно ставится для того, чтобы уровень напряжения ограничить, чтобы здесь обмотка это не пробила. То есть, вот это L3, L5, L4, это все на ПВХ-трубе мотается. L5 мотается сверху всех обмоток, чтобы зазор был. Ну, там, как шина вот эта, которую мы видели, может быть, там, у Капанадзе шина, то есть такая медная. Ну, можно не шину использовать, можно 16 квадратов использовать по ГВ. Ну, это надо, говорю, чтобы какие-то изначальные знания у вас были. Так просто вы, даже имея эту схему, можете не получиться у вас. То есть, вот такие дела. Также вот здесь противофаза между L5 и L4 должна быть. Это надо вам тесту мотать либо влево, либо вправо, либо перевернуть ее. Просто так, это тоже необходимый вариант, чтобы усиление произошло здесь, в L4. Также вместо low-pass можно использовать ту же индукцию, например, только в противофазе, включенную здесь. Ну, это надо тоже проверять, я пока это не проверял. Вот это пока то, что я обнаружил, то есть. Вот и, как бы, найдите отличия. Кто такие схемы когда-либо показывал вам? Никто, я думаю, никто не показывал. Вот всем, ребята, короче, пока. Пока что переверите информацию, которую я вам дал, то есть. Все вот люди, кто первые там зашли на канал, то есть вы просто, надо сначала основу узнать вам, чтобы вы могли построить такое устройство. Я эти основы все знаю прекрасно, то есть. И, в принципе, ее можно уже начинать строить. Вот пока схема накинула, вот такая вот. То есть, можете использовать ее. То есть, кто в каких-то планах использует ее, это уже ваше, то есть, ваше другое. Ну что ж, друзья. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня еще для вас есть парочку секретов. Так что, заглядывайте на канал почаще. Пока-пока.